Добрый день! Всё хорошо? Хорошо видно? Мне это не мешает? Нормально, так и сидите. Хорошо. Ну вот, какие новости. Стив для вас, Игнатий Тихонович. Этот наш Стив сказал, что это его тоже друг. Кто друг? Вот этот священник-то? Да, священник, американец. Иосиф. Иосиф, да, Иосиф Глэзен. Джозеф Глэзен. Это его тоже друг. Вот, он два года уже уехал. Два года назад живёт где-то вот в Ростове. И у него восемь человек детей. Так что, видите, у Стива четырнадцать, у этого восемь. И поэтому Стив с ним общается. Он мне объяснил, как они друзья, очень сжато мне дал информацию такую, ну, небольшую. Просто, что они большие друзья. И Стив к нему собирается. В конце лета, в конце лета, он собирается к нему сначала приехать, потому что это ближе от Москвы, а потом уже заберёт его и на Алтай, вот, к весёлому молочнику. Вот так. Я ему удивилась. Опять ему, ну, мы переписывались, не звонили, а писали. Я говорю, как же вы поедете в августе? Вы же фермер. Это фермерская рабочая пора. Был странный ответ. Если будет сухое лето, мне делать нечего, и я свободен. Так что, странно. Так что на моё приглашение он не отреагировал, когда я ему сказала, что еду к вам уже, вот, скоро. Вот, именно зимой. А в августе планирует сначала в Ростов забрать этого Иосифа и ехать в оперу. Ну, ладно. Но это его выбор, он так. Но когда на месте-то будет, у этого сейчас он пока сидит здесь. Если начнёт он говорить, всё как есть, я там скинул вам, там Наталья одна говорит, они ополчатся против него. Всё припомнят. И происхождение, и приезд, и всё как будет. Мы уже знаем. По-другому они не могут. Я удивляюсь. Я не понимаю настроение этих людей, этих американцев. Как и Иосиф. И он и раком заболел, и вылечился. И два года никакого гражданства. Как-то они живут, чем они живут. И какие планы, перспективы. Конечно, хорошо, что они... Это огромный плюс России, что, видите, из Америки бегут. Те люди, которые хотят воспитывать детей. Да. Правильно. Да. Понимаете? Вы понимаете, какое у нас образование, какая у нас нравственная ситуация. Даже назвать у них нельзя нравственной. И в этом смысле родители очень обеспокоены будущим своих детей. И поэтому убегают в Россию. Даже для них это не представляете какие тяжёлые условия. Вот я сейчас закуталась, потому что у нас жутко холодно всю неделю. Огромный шторм. Мы же здесь между озёрами. Эри Лейк, Антарио Лейк. И когда ветер с Антарио Лейк дует, это жуткий холод и ветры такие пронзительные. Но по сравнению с вашей Сибирью, это тепла. Теплота и рай, наверное. А эти вот люди забираются в такие глухие места. Не едут в комфортабельные города. И этот Иосиф живёт в деревне. Ну, это же как деревня, наверное, Ростов. В частных домах. Это удивительно. Они идут на такое умоление комфорта, чтобы только не потерять своих детей в духовном плане. Воспитывая их дома, обучая их дома. Хотя странно, удивительно представить Ростов. Я не знаю, насколько он большой город. Больше это, конечно, туристический город. Для туризма храмы, иконы. А если детям нужно общаться, какая публика? Какого уровня культурного, духовного? Дети и сверстники в таких городах. Вопрос. Мы не знаем, где он, в каком месте живёт. Что-то глубинкой названо. Ростов. Почему Ростов? Ну, глубинкой названо. Ростов разве это глубинка? Нет, я говорю, что это не глубинка. Это небольшой старинный город, состоящий в стране. Я знаю. Зарядить в интернете, до одного жителя покажут, и можно посмотреть дома, и всё. В заголовке написано «глубинка». Я говорю, какая же это глубинка-то? Глубинка – это все в Потеряевке. Вот это глубинка. Они про вас ещё не сухали. Дело в том, что они думают учить детей дома. Это ещё вопрос. Не просто учить детей дома, если они думают, чтобы дети учились дальше. Они должны не только прибавить и отнять, но что-то больше в школах преподают. И кроме того, общение. Вот однажды я читал такое, посол в Англии там был. Ну, работает он, работает. А потом решил с сыном поговорить, в школу ходит. Как у вас уроки идут? Какой урок самый хороший? А он говорит. А вот приходит, когда тётя Хеллен, это, кажется, Елена у них, и она рассказывает о Боге. Как о Боге? Ну, это Боге. Он сразу пошёл в школу и сказал, сын мой ходить не будет в школу, потому что я коммунист, и это не одобряется. У меня она сейчас работает. Она говорит, ну, на урок пусть на этот не ходит, но не лишайте ребёнка общения. Ему будет невозможно жить дальше. Он не знает. Вот на этот урок пускай заходит там отдельная, где у нас аудитория. Пусть он занимается, сидит и надо, она бегает там по площадке. Это его дело. Это один урок. А остальное вы его лишаете очень многого. И он подумал и согласился. Коммунист. Так что эти дети, которые они там где-то учат, это всё под большим-большим вопросом. Они на улицу выходить будут. Выходить. Они не могут всё время в комнате сидеть. И чтобы была одна такая обстановка, и дети не увлеклись за ними смотреть, это только у нас возможно. Когда все до одного верующие. А он только за дверью вышел, там неверующие. И здесь верующие-то они принесли. Там показывает она там и без платков, и прочее. Когда их до полной дойдёт, он подряд будет исповедать, прищищать, абортис допускать. Всё у него пойдёт так, как нельзя идти. С нарушением всех тех же... И крестить будет ладошкой-моркой по голове. Вот тогда и видит, а зачем что-то доехал. Если ты приехал, ты встань на то, чтобы с тебя начался первый у каждого человека путь возрождения. Вернуться к тому, от чего отошли. Другого пути нет. Вот как путешествие Пилигрима. Он в типотёмках не заметил, что дорожка пошла параллельно. Она дальше-дальше... Выход один, только вернуться назад, и тогда зайти, где отошёл. Вот это здесь. В данном случае мы даже не пытаемся сравнивать, чем... У нас другая обстановка. Одни день и ночь, дети здесь. Они работают. Они сами себя уже кормят. Они на огороде пасут коров и прочее. А сейчас так он, ну, поднимал тяжести. У нас не надо поднимать тяжести. Он работает. Ему надо за коровой ухаживать, за козой. Этот, несмотря на то, что он такой, он правильный путь избрал. Именно здесь. Но он один. Это тоже неверно. Один что он? Никто. Его любой может там обидеть и прочее. Это не те времена, как в Латвии. Я полагаю, что он не один. Он там сколотил себе немалую бригаду из каких-то помощников, что он выставляет ролики по две штуки в день, в неделю. Там некогда заниматься своим фермерством. Он только должен монтировать все эти свои программы и ездить по городам, выступать на телевидении. Вот его какая основная миссия. Он очень, вы заметите, сколько он, два раза в неделю вы его можете видеть. Он все более, 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 так сказать, себя популяризирует, себя рекламирует. Шермы заниматься ему некогда. Там на него пашут хорошие-хорошие наемники. Это удивительно. Я этого ничего не знаю, кто там на него, кто как работает и прочее. Но то, что ему надо позаботиться о себе, о своей душе, это однозначно. Он пусть он попробует хохот выбросить. У него ничего не получится. Нет, продолжается. Это беснование. Бес. Это прямо открытое, не признаки, а прямое беснование. И он ничего этого не понимает. Это он награжден там, где у харизматов был. Ему вот о чем надо подумать. О чем может воспитывать бесноватый человек? Он под эпитемией. Ему не причащаться нельзя. Да, у них и нет этого никакого причастия. Это все намного глубже надо смотреть. Эти-то все-таки в церкви. Как-то не было хотя бы на полгода он задерживается. А дальше они не хотят взглянуть. Что дальше-то будет? Ты не можешь сидеть в одной комнате. Дети будут выходить. Ну и что дальше? Они не могут с тобой жить. Им надо образовать семью будет. Где? Вот то, что им показано. Они, если сюда приедут, так будет видно. Я думаю, что они могут завернуть сюда. Вы видите ли, мне не понравилось. Не то, что не понравилось. А я почувствовала, что с Астивом мы вчера пообщались очень немного. Не было, значит, у человека желания говорить много, рассказывать много. Хотя я вам написала, что был повод послать этот фильм, спросить его мнение. И он тут же ответил, что это его друг. И вот ля-ля-ля. Два года они знакомы, и он едет к нему. Я его спросила дальше, расскажите больше, почему тот человек, Иосиф, выбрал тоже путь православия. Он опять закруглился, ему некогда, извините, извините, что ему все некогда. Он не хочет общаться. Ну, может быть, предположим, что действительно некогда. Большое хозяйство, то другое. Тем более, он мне написал, когда я выслал материалы по вопросам, которые он задал, там, о вине и прочее. Он сказал, там, все мне подходит, вы мне больше посылайте материалу. Но я отосал об этом жастосе и показал, какая у него беда. Вы, говорю, обратите внимание на это. Вот сейчас бы ему жастосу сказали, а работать не надо, и сто лет тебя кормить поить будут, только не хохочи. Он не сможет, это не он делает. А он, может быть, его друг его обидел, но ты сам, неужели не видишь этого? Он стоит разговаривает с кем-то, со священником, опять, ха-ха-ха-ха, ни к силу, ни к городу. Вы заметили, вы, наверное, тоже заметили, что Стива это не волнует, он этого не слышит. Это плохо. Он проходит мимо, и мне кажется, даже из-за этого он от нас так отдаляется. Может быть, может быть. Я сказал ему, если вы имеете возможность, обратите внимание, чтобы он молился об этом, и сказать, может быть, есть отчитка какая-то или что-то. Он после этого мне ни разу не ответил. Вот, заметили, как и я. Я же ему вчера начала с того, что я вам посылаю фильм, привет от Игнатия Тихоновича, этот фильм о таком же человеке, который выбрал путь, похожий на ваш, как я ему написала. И он тут же мне ответил, о, это мой друг. Но до этого он этот фильм видел, нет? До этого. Конечно, почему он мне так ответил. Да, я это знаю, потому что это мой друг. Я в курсе. Он это все знал. Ну вот. Но это недостаточно. Я же опять продолжала нашу линию общения с ним, углублять наше общение с ним. Я ему, у него спросила побольше информации про Иосифа и, опять же, с вами поддерживать отношения. Он уходит в сторону. Я спросила, вам понравился фильм, который я вам послала, где беседа Игнатия Тихоновича с вашим другом? Да, 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 я немножко посмотрела, мне некогда. Уходит человек от разговоров. Понимаете? Он уже избегает этой темы, избегает, к сожалению. И у меня прозрения тут не хватает. Но я всегда иду самым легким путем, что поверить ему, поверить, что действительно не хватает, а сам продолжаю усиленно молиться. И дальше все это выявится. Или это была отговорка, уходил, или действительно он культурный человек и обдумывает сейчас, работы действительно много. То есть я схожу из того, что самое лучшее, что я для него могу из его слов вывести, я вывожу это. А плохое оно само по себе будет душить. Но это все к тому, если бы Стив по-прежнему бы желал дружбы с нами, он бы вчерашнюю нашу беседу замкнул на том, что как хорошо, что вы увидели моего друга, давайте, мол, подружимся вместе. Он бы нам его предложил, вот этого Иосифа. Понимаете? А все получается дистанция. Как этому Иосифу рассказать бы о вашей потеряешке? Так же предложить другой совсем вариант жизни и воспитания детей в вашей потеряешке? Ну, на него надо выйти, на Иосифа, как-то материал скинуть ему. Если будет возможность какая, дайте знать. И узнать, есть ли у него выход в интернет. Там нигде не видно, что он в интернете вроде сидит. Вы его где нашли, этот фильм вы где нашли? Ну, под фильмом, я не знаю, смотрит он там кто или нет. Вы этот фильм как нашли? Кто и вам передал этот фильм? Тот человек, может быть, знает? Ну, это человек, близкий нам человек, она скинула мне и больше ничего нет. Я не знаю даже, что... Простите у нее, может быть, она знает больше информацию про этого героя? Не знаю. Не, не могу сказать. Я просто... Просто у меня вчера был шанс. Говорю вам, вчера у меня был шанс чуть-чуть побольше узнать о Киве. Он пропал. И завязать дружбу, какие-то отношения с этим новым героем, американским, православным. Но не получилось ничего. Все было очень сдержно. Сестра, послушай. У Бога вымерено. Поэтому мой опыт позволяет мне поступать так, как я поступаю. Я беру всегда самое лучшее, что вижу у человека. И на этом пытаюсь остановиться и дальше молиться. С сегодняшнего дня я уже об Иосифе молюсь, как включил его в этот разряд, с которым молюсь, от Жастоси. Все. Теперь Бог мне откроет больше, намного, чем они бы сами о себе сказали. Ну, хорошо. Дай Бог. Дай Бог вам в наших молитвах. Я никак не согрешу. Господь может в один день повернуть их так, как надо. Другой вариант. Их кто-то там со стороны предупреждает. Это плохие люди. То другое. Отвернуть от нас. Это мне верно никакого нет. Но он со временем поймет, как многое невосполнимого прошло мимо. Это вот что будет. А теперь, может быть, у него такой характер. Мы же не мяться не будем. Это мы здесь родились. Мы знаем все условия, обращения с властями. Ну, все абсолютно в наших руках здесь. Знаем, потому что. А он может быть другого стиля. И с ним будут такие вопросы, нерешенные, что мы ничему не рады будем. Вот как Бог может сделать. Это мне отец Аким все это говорит. Мы сказали, сделали. Дальше не настаиваем, в друзья не лезем. Потому что он нам еще ничего не предлагал. А мы конкретно предлагаем. Даже если бы сейчас приехали зимой. Я уже с барабашами договорился, чтобы они у него остановились. Чем дети будут заниматься. Все обдумано. Они приезжают. И я могу их прокормить сейчас не один месяц. Бесплатно. Безвозвратно. Как помочь ему спахать. У Игоря есть чем... Ну, техника и прочее. И опыт какой. У него коров стадо целое. Так что мы сделали все возможное и все сообщили. Дальше от нас не зависит. Звать, просто конкретно переезжая к нам, мы не можем. Во-первых, он не послушает. А во-вторых, он в нас может увидеть карикатуру христианскую. Вот и все. Да, в его понимании. В его же совсем свое понимание христианства и русского христианства, и русской традиции. Вот у нас, допустим, он приехал. Даже самая маленькая девочка за градусов без платка не выходила. Чтобы на женщине никогда брюк не было. А у Джастаса она там видно где-то идет. И они не понимают это. Девочка в брюках. Это ясно им не подходит. Почему? Они американский образ жизни пытаются принести на наш патриархальный уют. А нам это все дико. Они смотрят на нас так же, как мы на них. Такой долго жил. Он 94 года, кажется, в Англии был писатель один. И вот он однажды идет, а на встречу ему товарищ его. Давно не виделся. И он спрашивает его. Посмотрел на него. Говорит, скажи, я для тебя таким же безобразным. Кажусь, как ты для меня. Вот и весь сказ. Вот однажды он идет, а на встречу там буржуй идет. Дороги, я дуракам дорогу не уступаю. Он отошел, небольшого роста сказал, а я им всегда уступаю. Вот так Господь дает нам какие-то примеры рядом. И тут может быть так. У нас же есть собрание еженедельно. Как ему это будет? И представь, уютно или не уютно. Вот он приехал и видит, что требования совсем другие. Да, они в школе и понимают. С ними начнут заниматься. Это они пропускают мимо. Если их дети пойдут в школу, они даже не представляют, что там будет. Но все время держать под зеленым сукном, это тоже не пойдет. Огромная ошибка, чудовищная ошибка. Если ради детей, ну ради детей ты это все и должен проверить, сделать. А не просто тебя там в церковь пришел и по-славянски научился там что-то произносить. Это нет. Это жизнь. Жизнь, она всесторонняя. Ей надо ребятишкам, надо и купаться, сбегать и поиграть. А куда они выйдут? Семь ребятишек сами с собой. Дома ты футбольное поле, возле дома не устроишь. Пока что они живут не в некой, а в большой иллюзии, поскольку дети маленькие. Это такой маленький детский сад. И они вот в этом варятся. Не замечая, что время бежит быстро. Дети растут быстро, и им безусловно нужно выходить в мир. И готовы ли они выйти в мир? И какой мир? Если сами родители с этим миром не знакомы. С этим миром не знакомы. А тот мир, где они были, который проквашен, промасонен, они его сюда несут за собой. Я вам и сказала об этом давно, что в этом огромная опасность. Как эта мода пошла, что американцы движутся, движутся, движутся на российские территории. Что они несут? Что они несут? Ну, как Богу угодно. Поэтому не надо здесь поспешать. Я включил его в молитву. Больше сделать ничего не могу. Я просто молюсь. А то, что он там будет где-то прыгать, скакать, хохотать, это его поле. На нашем поле этого нет. Христианство это слишком серьезное, Иоанн Златоуст говорит. И для многих слово христианин является лишь словом, ведущим заблуждение, обманывающим его. Быть христианином, это надо быть Вадимом Духом Божиим. И не отрицать то, что до нас уже это было. Он там хохочет, я ему сказал. Иоанн Златоуст говорит о смехе, горе тому. Не думаешь ты, что рот раздеваешь, сатана вскочит в тебя? Он уже вскочил, уже не выскочит. Он даже ноль внимания на это. Ну, Христос сказал, горе смеющимся ныне. Почему ты не понимаешь? Горе. Плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. Но это не мимо должно пройти. А он даже не слышит. Блаженный плачущий, но не смеющийся. Ну, как, Игнатий Дихович, услышал он, он тут же заткнулся. Он и очень изменился. С этим, что он замолчал, перестал смеяться, очень как-то напрягся. И сразу видна была дистанция. Фильм, этот фильм, сразу приобрел какой-то искусственный фальшивый характер. Ему только дотерпеть бы. И у него только одно желание исчезнуть. Уйти, уйти, уйти. Он совершенно не принял ваши указания. Не принял. Ему скорее надо было убраться. И тем более, он потом этот фильм скомпилировал на свой лад. И еще больше подчеркнул вас, ваши замечания, как нотации, как давление. Очень негативно все это показал. Вы же видели. Но это не важно. Господь, когда говорил, Иоанн говорил, порождение ехиднины. Кто внушил бежать от будущего гнева? Конечно, это негативно. И сколько раз они хватали камня, Христа хотели убить. Он говорит, я чту отца моего, а вы злословите меня. Ну и что? Но они остались. Вечность уже все поглотила. И здесь было сказано, было. Я не умолчал. Он беседовал там со Смирновым, со священником, с другими. Ему никто не сказал то, что сказал я. Как всегда. И поэтому, в данном случае, за его кровь на его голове я уже не отвечаю. А он, может, примет, может быть. Я вот рассказываю. У нас тут, может, вы уже слышали это. Во Фрунзе мой брат жил Павел. И к нему приходили баптисты. У нас близкие отношения были. Кушнарчук Иван Данилович. А у него сыновья. И они пришли к Павлу, там, баррикадная 34, во Фрунзе город. Бишкек теперь. Ну и там беседовали. Я там был. И много они слышали. Особенно о тысячелетнем царстве. Я говорю, оно идет, а не будет когда-то. Потому что Господь говорит, ныне князь мира всего будет. Ты изнан вон, ныне. А вы через тысячу лет его связывать собираетесь-то. Ныне. И далее воскрешу в последний день верующий. А вы за тысячу лет до последнего. Ну, то есть, жатва кончина века. Прежде племела возьмите. То есть, а у вас сначала пшеница за тысячу лет. Но у вас ничего не сходится. И он, этого Николая звать, Николай Данилович. И он уехал в Америку. Они, сыновья, уехали все. И он, Иван Данилович, тоже уехал. Ну, оттуда приезжал и мне жаловался. Наши баптисты там совсем, говорит, разложились. А он был из отделенных. А-то более строгие. Взял денег, там, сколько-то у него тысяч пять или сколько долларов в долг. А отдавать не отдавать. Я говорю, ну, что ты, мне же надо ехать. А тебе зачем? Ты на пенсию, все равно, говорит, скоро поврешь. А ты понимаешь? И он, это вот, он никак не ожидал. Такой подлянки-то. Ну, приехал и рассказывает. А теперь этот Николай и говорит. Мы как-то поехали. И называется штат. И там лес. И сломалась машина. Ну, и все уехали туда куда-то. А я остался с машиной, ночевал. Ну, ночевал, говорит, один под звездным небом тут разговаривал, ходил. И тогда вспомнил нашу беседу. И мне, как, говорит, кто открыл заново все. Тридцать лет назад. Да и же Игнатий прав был, говорил. Как же мы Библию держим, когда все кверх ногами стоит-то. Братья возвращаются. Там никого рядом не было. Да, семя. Лежало, как у гиптинского параоне. Две тысячи лет. Влага. И оно сразу дало всход. Вот как будет. Так что мы свое дело сделали. В молитве нашей присутствуют они. Больше мы ничего сделать и не можем. Мы открыли сердце полностью. Открыли дома свои для него. А они-то для нас пока ничего. Они таятся, времени нет. Это их дело. За это я уже не отвечаю. Предполагаю, что действительно времени нет. Много ребятишек. Вести надо ему занятия. Я в это серьезно могу поверить. Но о том, что не сделать различия, которое там и которое у нас, это нельзя уже, это никак. Ну, тут сидеть дома, попели вместе, да, петь хорошо вместе. Дальше в храм пошли. А дальше-то выходить надо? Дальше-то что? Чем питаться? То, что тебе подадут на свечки? От запрещенной торговли, от нечистых свеч? Да куда ты тогда приехал? А здесь тоже уже начинают повинальные естества трясти, будь здоров. Они никуда не ушли. В России уже детей отнимают. Сколько? А, номинальная инвестиция? Да. Да-да-да. Так что тут надо быть вместе, знать о чем молиться и как. Нас пока ни с какой стороны не трогают. У нас защита очень мощная. Вот представьте, один год, 98-й, у меня в лагере было, на лагерь, 15 комиссий, краевых комиссий, на многих машинах, с милицией, даже КГБ было, и ничего не могли сделать. Мы ребятишек, крыша довольно плоская, почти вот такая вот, и они там с плакатами. Коммунисты-людоеды, руки проще от лагеря Стана. Коммунисты-волки, займитесь своей душой. Плакаты. И дети стоят вот так, не заходите. Ну, а воспитатели стали вот так, и никто не зашел. А батюшка пришел от тебя с таким, а милиционер стоит, он подошел и говорит, тебе это надо? Он говорит, нет. И залез в машину, чтобы тебя не видно было, иначе тебя сработали с ним. Вот он залез и больше не вылез. Ну, представь, суд. Дальше я суд подал и все процессы выиграл до одного. Суд ничего не подтвердил, что мальчики спят с девочками, что там, ну и прочее. Это ничего нету. Они заплатили, первое. Второе, по телевидению в самое удобное время показали опровержение, решение суда они должны были сделать. Так что мы вместе. А он один что сделает? Его долбанули раз, прилег, дальше на тебя, говорит, будут делать то, что хотят. Мы не глядим, что мы кротко, смиренно отвечаем. Мы говорим, ну они солгали, вы что делали? Я говорю, на каждый удар я серии ударов отвечаю. Почему? По закону. А они подрывают мою деловую репутацию. За мной сотни тысяч детей. Я не имею права отступить. Никак. Меня отдельно, когда долбят, если бы я не занимался, как пенсионер, говорит, союзного значения, то пожалуйста. Ну, я занимаюсь чем-то. За мной я староста общины. Староста. Кроме того, как в основании деревни стою, в благовестие, мне никак нельзя, чтобы он плясал надо мной. Я усиливаю молитву, все. Вот этот, вышел, масон-то, говорит, там, который на меня сейчас уже, какой он, пятый или десятый ролик ставит, синистский-то. Я могу только молиться. Полностью Бог вышиб ему мозги, говорит, на вынос. И он еще продолжает. Продолжает ставить и ставит новые ролики. Он берет его, переворачивает. Ну да, мне какой вред. Я только молюсь, Господи, сколько людей, которые умирают, разрезали желудок, а там рак у него, другой в плену, третий ждет казни. А у меня ничего этого нету. Я сытый, обутый, одетый-то. Благодарю тебе, Господи, за эти гонители. Они тревожат меня, чтобы я работал еще больше. У них нет ничего. Точно, точно. А вчера пришел кутмастер и посмотрел, если мои ролики одному человеку прослушать, круглосуточно, 24 часа, это полтора года надо. Полтора года. А которые у меня просмотр был, выставили, а они люди эти насмотрели на 354 года, уже круговую по 24 часа. Представь, сколько, а если по 8 часов, это более тысячи лет. Тысячи лет надо прослушать, если по 8 часов слушать. А вы начали, как давно вы начали работу на компьютере? Сколько лет назад? Ну, это, я могу про YouTube сказать. Ну, про YouTube, когда вы вышли. Ну, сейчас, минутку, сейчас я... Ну, лет пять и больше. Нет, нет, не так. Слушай внимательно. Православный библейский сайт «Во свете Библии» создан 21 января 2009 года. И указан, я вам скину. Мой мир создан 28 января 2010 года, через год. Православный форум Игнатия Лапкина создан 7 февраля 2010 года. Значит, что тут? В моем мире 22 413 фотографий. Здесь на форме 1602 темы. И православный видеоканал создан 21 декабря 2012 года. То есть, 7 лет будет. Вот сейчас, 19 год. Здесь 14 300 наших видеороликов. За 8-9 лет у вас такой у вас КПД. Коэффициент. Да, ну, в интернете такого просто нету больше. И я своим еще не считаю. Господь. Господь все это делает. Вчера пришел мастер. И у меня брали на ремонт. Вот этот аппарат, который записывает. И они там какие-то детали вложили. Но настолько хорошо все. Но он через каждый час отрывает и новый ролик. А у меня бывает 2 часа. Два ролика разрозненные. Соединять не могу здесь. Никак. Он пришел и сделал, что на 2 часа. Понимаете как? Это вообще. Я уезжал, когда сдал свой аппарат здесь. Специальный сервис. Сдал. А за 2 дня они не сделали. А мне уезжать? Я пришел и говорю, мне надо уже в деревню. Я возьму, хоть он плохонький, но есть. А осень я приду. Вы можете меня принять? Говорит, пожалуйста. Но они переехали в другое место. Большая организация. Я туда пришел. Думаю, а как теперь? Кто меня примет-то? А он у дверей как раз и сидит. Вышел поговорить. Он говорит, вот. И он меня подвел и говорит, бесплатно сделайте. Они мне все сделали и бесплатно. И детали вставили. А то Господь делает. Господь. Это человеку нельзя. Прошло все лето. И вдруг он. И я потерял квитанцию. Это нигде ее нет. Без всякой квитанции. Все сделали как надо. Это Бог делает. Человеку это нельзя. А которые нападают, у них ничего нет. Ничего нет. Я смотрю. Но только нападает там где-то. Ну, это его дело-то. Причем написано, я могу только сочувствовать ему. Плакать о нем, молиться. Мне больше ничего не дано. Я знаю, что мы оба приближаемся к концу, когда предстанем на суд Божий. Все. И то, что он вокруг меня крутится, составляет. А там у него большой коллектив, который даже ролики смотреть, выбирать, самому никогда не сделать. Этот человек 10 лет не работает. Конечно, конечно. 10 лет. Я вам скидывал о нем уже ролик. Да, я это видела. Вот так. Так что мы делаем то, что можем. Мы благодарим Бога. Вот у меня Володя лежит в больнице сейчас. В больнице... Как его состояние, скажите? Пока не знаю. Он говорит, что легче стало. Ну, вернется, расскажет. Он вернуться должен завтра, наверное. А меня уже просят. Покажите, как вы с Володей готовите еду, обед, ужин-то. Ну, я кое-что изменил, чтобы сделать быстрее и дешевле. Еще лучше. Еще вопрос. Как Татьяна? Кажется, Татьяна тоже боится. Да, сделали операцию, она дома. Каждое утро мне она звонит в 6 часов, дать знать, что она жива и живой ли я. Ну, пока ее не видели. Она говорит, все нормально, но не знаю. Мы молимся. Вот сегодня мне позвонили с Украины. Тоже, может, примите для себя. Очень давнейшие наши знакомые, лет 40 назад, они из баптистов пришли в православие. Две подруги. Они посещали отделенных баптистов, пробирались в лагерь. Там целая история. И одна из них, Тамара Петровна Умнова, ее попросил выйти замуж за него Яковлев Геннадий Михайлович, который будет убит потом в туре, которому голову Кришнаит отрезал, занес и в алтаре бросил на престол. Во втором году. Ну, она, просто пиктивно у него была женат, еще он уже был для рукоположения, видимо, как-то. А он потом стал эрмонахом. И она недавно умерла. А теперь ее подруга Анна Вознюк, ну, передала нашему знакомому и говорит, и хороший друг Георгий звать. Сегодня ему там клапан менять на сердце. Просили помолиться. На Украине, видимо, в Киеве или где. Так что, если можете, воздохните. Георгий звать. Серьезная операция. Вот, мы, я его не знаю. Сегодня когда примерно? Так, сегодня как-то, может быть, не сегодня. Ну, хотя бы на неделю. Но все равно ему надо. У вас уже четверг. У вас четверг, да? У вас какой день? Четверг? Кто у нас? У вас четверг сегодня? Да, сейчас у нас и четверг идет. Четверг, хорошо. А у нас еще вечер среды, поэтому я уточнила. Хорошо, Георгий. Вот так. Видите, каждый день отовсюду просят помолиться. Я вот в этом снятии рулетка уже встретил около 10 человек, которые меня знают, которые о наших ресурсах. Там такая радость у них, что они нашли. Один баптист, не знаю, из Америки или откуда, позавчера наткнулся. А я считаю сейчас Евангелие. Вот у вас есть там уличный проповедник, где-то в Нью-Йорке. Он выходит и там с парапета кричит, покайтесь, веруйте в Евангелие. Видели его? Нет, я же не в Нью-Йорке, нет. Я же в маленькой деревне. Но он в Америке, в Америке. Мы-то отсюда знаем, из Потеряевки его. Он такой проповедник, уличный проповедник называется. Зарядите, уличный проповедник. И он прямо призывает к покаянию. И там было в Америке как-то какой-то фестиваль, и собрались люди, и их там один из окна расстрелял много людей-то. Так этот проповедник, когда люди шли толпами туда, он стоял и кричал, не ходите, многие погибнете сегодня. Вот какое дело-то. А я теперь как проповедник уличный, мимо меня не идут эти кадры-то, которые люди-то, они боятся. А я Евангелие считаю. Я новый, до этого читал Псалтырь. И бывает, человек остановится, пока я главу досчитаю. А тогда я сажусь сюда и говорю, может, хотите что-то спросить? А тот зашел с улыбками. Да я вас нашел, Игнатий Тихонович. Столько искал и встретить здесь. Это какое мужество, надо сюда зайти. Я говорю, не знаю. Я знаю, что люди нуждаются услышать, чтобы в судный день они не имели извинения. Я просто на улице. И они же тут в рулетке-то идут, они видят, что я крещусь, они сразу раз исчезают. Другой кадр. И они хоть поленько все слышат. Но у вас проблема исчезла? Вас сначала хотели заблокировать? Уже заблокировали, так и стоит. Открыли другой канал. А блокировка через 10 дней будет автоматически снята. Так что у меня вместо одного будет два канала. Хорошо. В рулетке. Хорошо. Ну, напоследок я вам маленькую вещь скажу, как бы для вас как сюрприз. А у вас многие спрашивают, почему вы встаёте в 4.40? Да. И вы никогда не отвечаете. Так вот встаю в 4.40. Я нашла ваш ответ. Вы будете смеяться? Но это опять... Это мать Тереза. Да, я знаю. Это я знаю. Но почему она в 4.40? Я этого-то не знаю. Она не говорит. Она не говорит. об этом, что почему она в 4.40 её расписание. Но это вы у неё слезнули. Я до неё вставал, но услышал, когда я утвердился в этом. Мне показано было, я встаю в 4.40. Почему? Я не знаю. У меня кто-то будет. Я сплю и думаю, в 4.40. А в тюрьме был. Мне этого времени не хватает. Я попросил Господа перевести на 4 часа. В 4, как меня кто-то толкнёт. Ровно в 4 часа, минута в минуту. А во глазок в тюремной двери-то наблюдает. Вот я лёг. Вот, заметьте, подъём в 6. Он сейчас в 4. Ровно в 4 встанет. Вдруг я раз, ладони убрал, встал и сразу на молитву. И они говорят, что это такое? Я говорю, я перед тюрьмой просил Господи, не лиши меня духа молитвы. А баптисты, которые были в тюрьмах, говорят, а что такое? Я говорю, этого я не могу объяснить. Я знаю, что Господь велик. Как недавно один, они когда кричат, мусульмане, Аллах Акбар, то есть Аллах Велик. Он говорит, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он три раза и ушёл. Одним словом, вы продолжаете вашу рулетку. Вы видите в ней большой смысл. И вы видите уже какую-то пользу. Ещё бы. Уже сколько людей найдено, которые никогда не видели, но приняли. И уже на наши ресурсы заходят. Так я уже заготовил впрок 200 роликов. За 40 дней 200 роликов новых приготовил. Прочитал Псалтырь. Сейчас прочитал три Евангелия. Считаю уже Евангелие от Иоанна сегодня. Сейчас после разговора с вами опять буду считать. Люди идут один за другим. Бывает, посмотрят. Бывает, дети малые. Я тогда с ними начинаю разговаривать. Продолжаю дальше и опять читаю Евангелие. То есть я как уличный проповедник стал. Я просил у Бога таланта. Сергей парализован и умер. Сделал только ролик. Дай мне этот талант, Сергеев. А теперь он прошёл мытарство. Я говорю, Сергей, помолись, чтобы дело твоё жило. И у меня всё получается как надо. Оно не только живёт, а оно у вас расцветает. Так ещё бы. Два и 200. У него два ролика, у меня 200. Так он... Ну, у него другой опыт был. Он иконы рисовал, он не выходил в эфир. А когда познакомились, у него переформатирован был здесь. Мозговой участок-то. И он тогда стал говорить вплоть до того, что что же я делаю-то. И стал делать. Поэтому я во все ролики по одному выставляю у Сергея, который взял. В каждом ролике заложен мой разум, моё побуждение, его рождение. Замечательно. Ну, дай вам Бог ещё сил, сил и сил. Ну, как Бог даст. Да, я благодарю Бога. Вот я каждый день, Володя, ушёл. А у нас в подполе, там, трапезная где, три кошки беспризорные мы взяли. Но они замерзали на улице. А там, думаю, мышек ловить. И теперь я каждый день варю для них, приготовлю и ношу туда в погреб, слажу. Туда вы залезаете? Да, конечно, в погреб. А там ходят люди и не знают, что там под полом-то есть-то. Да, да, да. Поэтому это тоже работа. А у меня в комнате ещё голубя-то вывелись. Да они такие большие. Постой, я сейчас покажу. Похвалюсь. Уже вот-вот скоро подлетать будут. Да, человек полон, полон духа. Этот дух стоит стойкостью физически. Так, вот смотри. Это пока я их отца покажу. Это их отец. Да, красавец, красавец. Да, да, да. Видишь такой шиньончик у него? Очень красивый. Очень. Сейчас детишек покажу. Вот они какие крылышки у него. Да. Сейчас покажу ребятишек. А вот этот вот голубёнок, он у него такой же в папашу. Такие же у него. Вот он. Они ещё не летают под крыльями-то. Видите, у него ничего ещё нету. Но уже всё оперилось. Всё. Они были такие страшненькие. Я их приучаю каждый день. А вот его братишку сейчас покажу. Вот он какой. А как вы узнаёте, Игнатий Тихонович, что это мужского пола, братишки? Он им просто сказал. Но он больше размером. Больше размером. И родители его кормят. Да, да. Изо рта. А тот поменьше, они как-то его... Он не успевает подойти. Так он научился раньше клевать. Тот клюёт уже прямо с полу. А этот изо рта у родителей. Вот он. Красавцы. Да, конечно. Белоснежные все. Вот интересная статья, я говорю, которая была у нас тут. У злого человека голуби не живут. Да, да. Это мне лучше доказательство моим врагам. У них никого нет. У меня три голубят и четвёртая в избе. Притом я держу их чуть не с пяти лет. Я помню вашу историю. Я слушала всё. Никакой пользы нету, кроме сердца радуется. И что интересно, вот смотрите. У Ноя вернулся голубь. Он сказал, что дальше Дух Святой сходит в виде голубя. Это не случайно. И поэтому, когда мы считаем книгу Третью Ездру, Господь говорит, видимо, ангел ему говорит, что из всех птиц Бог избрал только голубицу. Голубицу. А теперь из всех животных избрал овцу, из всех народов семя Авраама, из всех гор, гору Сион, из всех городов мира Иерусалим. Бог сделал это. И поэтому меня, говорит, Он избрал. Избрал на это дело. Я благословился и пошёл. Мне не надо. Они нападают где-то сейчас отца Владимира Головина сожрали буквально. Да, на Андрея Ткачёва. А меня уже 12 лет исследуют, мои книги. 12 лет. И везде миссионерские отделы отдали. Там Дворкин, этот главный, Смытьян здесь. Подвесся монастырь. Дальше увезли книги, говорит, Киево-Печерскую лавру. Это центр православия. Полное абсолютное молчание. А что они скажут? А один говорит мне, они бы вас вызвали, если бы они были самоубийцами полностью. Вы судите меня во свете Библии, а не потому, что я сказал. Я говорю, надо мощи все захоронить. Я признаю, всё, но указания нет. Ты прах и в прах возвратишься. Ни мощевики, ни в антиминцы. Так это в Ветхом Завете. Э, нет. Стефан в Новом Завете. Написано, его побили камнями. И был великий плащ. И похоронили его, не стали резать. А сейчас показывает, нога отрезанная. Нога под ступня. Уже сгнившая, видно. Он её моет, люди стоят. Как только большой бак, вода течёт. И как люди бросились, ведрами хватают, тащат. Позор-то какой. Я говорю, вы хоть одного святого спросили? А я жития святых-то насчитывал и знаю. Категорически запрещали все до одного. Чтобы от них что-то отколупывали. Да, как мощи. Да, мощи. Мощи – это означает не счастье мощей, а мощи. То есть весь... Вот Лукьян такой лежал, а братья уже православные говорят, а где престол, причастие совершать? А он закован, руки закованы. Он вот так показал. Кладите сюда, это алтарь Божий. Вот как надо рассуждать. А то престол Божий. Что дороже-то? Во времена Златоуста люди брали причастие в руку. Пили, а тело Христова брали в руку. А другие стали брать золотые сосуды. Как правильно? Златоуст говорит, золото тленно. Рука будет воскрешена. Только рукой брать. Всё просто и понятно. Да. Надо научиться мыслить категориями священного писания. Вот сейчас меня задал один вопрос. А как отец Геннадий Фаст тут когда обратился? Если вы желаете, я вам скину. Мы записывали на магитофон, а потом я всё перепечатывал, перепечатывал. Тысячи страниц. Печатал и печатал. А теперь это в моих книгах всё отображено. При желании могу вам скинуть. Сегодня я утром рано-рано, в 2 часа ночи вопрос поступил. Я уже искал и нашёл, в каком томе покажу, ну и проще. Какой вопрос? И как мы у нас... Пошли, пожалуйста. И как я нашёл Фаст обратился. Вот Фаст Геннадий обратился. Как Амбросий Юрасов. Его КГБ гоняло как, он очень известный архимандрит Иванова. Он у меня тут был. И мы тут сидели, беседовали. И по ролям всё расписано. Как у Зои Крахманниковой мы беседуем. Там муж её Феликс что говорит, что Зоя говорит, что отец Егумен Кирилл Сахаров. И всё так и записано. Это тоже ролик есть у меня. Это в Ворде перепечатано. Вам будет это очень интересно. В книгу это внесено? В книгу. Да, в книге-то у меня есть всё это. В книгах. Надо посмотреть, в каком томе. Я посмотрю, какой вопрос. Я напишу, какой том. Так что у меня сегодня с глубокой ночью. Вопросы на задавали. А я должен был перемолотить. Тридцать. Столько. Я 33 книги. 33 тома перемолотить, чтобы найти. Но у меня всё соединено в два файла. Но я только летел, летел наконец. Стоп. Вот оно где. Не могу найти. Пришлось тогда зарядить одну большую букву F. Fast. F. Точку поставить. И тогда только мне система выдала. Вот он где. Я припоминал, когда я писал, что там. Зарядил просто одно слово. Оно идёт и идёт, которое было, это слово. А надо знать перед этой буквой, был пробел или не был. Мне надо знать, как я писал, вплотную букву или нет. Если Геннадий Fast, G. F вплотную. Когда вплотную сделал, тогда только компьютер мне выдал. Открылось. Да. Всё открылось. Всё открылось. Они у меня в необработанном виде, но уже вытащены на рабочем столе. Как только я сделаю это дело. Сейчас сегодня вопрос задали. К 8 марта-то вплотную подошли. Что у вас есть? Я зарядил в этом. Ну, у меня на все праздники, на всё. А на это никак. На Валентина, День Валентина. У меня большой материал. А на это ничего нет. Только стихотворения мои. Отношения мужчины и женщины. А этот день как? День разврата. Вот. Если могу подбросить идейку. Если вам интересен Кураев, его лекции, и богослов, иолог, и также у него есть и его объяснение праздника 8 марта. Найдите, напечатайте Кураев, 8 марта. И интересный материал вам пригодится. Так он приезжал ко мне сюда. Это я помню, помню, помню. Всё это я знаю. И какой его отзыв был, несмотря на то, что он, говорит, а меня, Игнатий, по всем кочкам протащил. Я взял, зарядил и посмотрел. 120 раз я его упоминал. И только два раза положительно. И он, несмотря на это, такой отзыв дал. Вот, пожалуйста, какой человек. Запомнили, да? А 8 марта у него интересы сидячие. Вам пригодится. Вот так. Ну что же, давайте дальше трудитесь, не буду вас больше отрекать. Ну всё, я рад, что зашли. И то, что он там сказал, поедет, меня это ни грамма не трогает, не огорчает ничего. В руке Божьей всё. Он должен увидеть, должен столкнуться с этим. И бывает так, в конце только человек, что я наделал. Тогда подлинное раскаяние будет, что он лучшего не избрал. А может быть, приехал к худшему. Ну вот, и потрачена жизнь пустую. Да, поэтому я не спешу с выводами никакими. Он сказал, некогда. Я принимаю некогда. Я не согрешил, что поверил. Как я согрешил-то? А если что-то скажу по-другому, но я усилию молитву. Поэтому я с вами не связан. У меня вот главное оружие моё. Да, 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 я знаю, да. Вот и всё. Я, конечно, я всё думаю, какие вам подарки? У вас такие именно, вот такие. Можно привезти в подарок? Нет, 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 я не буду. У меня свои. Нет, нет. Я не вам, а каким-то вашим, вашу общину. Не знаю, вот это у меня сотня со сто. Сто бусинок, сто. Поняли, да? Да. Сотня, сто, десять десяток. Нет, это простые, связанные. У меня пальцы легче скользят. Не скользят по ним. Ну что, до свидания. Я рад, что зашли. Всего хорошего. Я когда молюсь о Стиве, о Стиве молюсь, вы рядом с ним. Почему? Потому что мы уже связаны. Мы связаны, потому что беседовали, были хорошие размышления, материалы. Мы этим связаны. Поэтому вы у меня рядом, чтобы не забыть. Когда я говорю, Господи, пришли добрых жителей в Потеряевку с детьми, поминаю их и поминаю вас. Спасибо, спасибо. Но этот человек в фильме очень симпатичен. Он мне очень понравился. Этот Иосиф. Как бы на него выйти все-таки? Не знаю, я не пишу. Если кто-то выйдет, может, мне и дадут знать. Я дам знать, кто мне прислал. Попытайтесь меня на него вывести. Да, да, задайте вопрос. Чтобы у него на случай крайней беды было открыто окно, куда выскочить. Ну, хорошо. Божьей помощью, может быть. Все, спаси Христос. Всегда встретимся. Так. Спасибо. Только не препятствуйте, что наши разговоры в интернете. Они всем приносят пользу. Ну, ладно. Во славу Богу. Ваша воля. Да, конечно. Я знаю, пользу какую. С Богом. Отканье. Господь с нами. Спасибо. 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 Продолжение следует...